Под началом ролика я хочу вам сказать огромное спасибо за все эти советы, которые вы мне даете. Простем как на дорогах. Зараз дивлюсь на свое них, девчатки. Вот что-то подобается, но не очень. И что с вами делать, я даже не знаю. Девчонки, маленькое такое отступление от начала ролика. Я помню, что вы мне очень много советовали по поводу наращивания, но я потеряла комментоз, где вы мне советовали вот именно вот эти подложечки под ноготок в виде бабочки. Я не помню, как они называются, я не могу найти этот комментарий, пожалуйста, если вы помните или если вы знаете, разбираетесь наращивания, напишите мне в комментариях, как называете эти штучки. Все, это больше похоже на видеохистории с неудачным маникюром. Девчонки, всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Добро пожаловать ко мне домой. Меня зовут Ангелина и в этом видео я хочу показать свой неудачный опыт в маникюре, потому что то, что я сделала, мне совершенно не понравилось. Но то, как я его доделала и переделала, уже более-менее можно назвать красивым. В кадре будет немножко торчать филе. Это имя вот этой вот акулы, потому что многие из вас просили снять меня видос без линз. Вот, пожалуйста, мой естественный натуральный цвет глаз. Я долго думала выпускать это видео или подождать еще полторы недели и заснять нормальное видео, как я делаю ноготочки. Но, так как я решила показывать вам весь процесс моего совершенствования в данной сфере, то я решила все-таки опубликовать этот ролик и показать, что ошибки бывают у всех и не все сразу делают идеально. Девчонки, я предлагаю посмотреть с самое начало то, что я начинала снимать. Это, естественно, маникюр и само наращивание. Субтитры сделал DimaTorzok Тут, девчонки, я уже приступаю к наращиванию. Для начала я обезжириваю ноготочки и наношу мокрый пол. Мокрый пол обычно называют первое покрытие базой на ноготочек. И тут я приступаю уже к наращиванию. Я снова использовала бумажечки под ноготь от набора с Алиэкспресс, мультигель и флюид. Для наращивания я использовала горошину мультигеля. Кисть окунала во флюид, смачивала, убирала лишнюю влагу салфеточкой и разравнивала уже по формочке. Салфеточки высушивала и опиливала форму. Начала я выполнять маникюр поздно, часа в три ночи. Благо у меня не так все шумит и я никому не помешала ей. Так что не беспокойтесь, все нормально. Но я потом уснула и проснулась и решила доделать свой маникюр. И какой-то меня непонятно кто заставил взять пилочку в руки. И вот с этого момента у меня все пошло по одному месту. Во-первых, на двух пальцах я спилила свою форму просто в щепке. То есть у меня был квадратик, а стал какой-то непонятно овал, квадратик и еще скос, как будто я сейчас миндаль буду делать. Второй момент. На втором ноготочке я тоже начала пилить там, где не надо. И у меня получилась одна сторона ровная под квадрат, а вторая, как будто я хочу сделать снова миндаль. И уже тут я понимаю, что пахло жареным. Я стараюсь как-то это все выровнять, становится более-менее... Но это не самое страшное. После я убираю кутикулу ножничками. И приступаю к базе. Не забываем про праймер и бондер. Девчонки, это видео еще раз показывает, что мне нельзя ничего делать в два дня. Мне надо делать все в один день, иначе это приведет к катастрофе. Также немаловажный казус, который со мной произошел, это то, что я буквально на днях спрашивала у девчонок на своем рабочем инстаграме, какой дизайн вы хотите увидеть на моих ноготочках. И двое девчонок мне написали. Как обещала ваша инстаграм, я высвечу вот здесь. Огромное спасибо за идею. Эта идея обязательно будет в следующем ролике, буквально через полторы недельки. На этом моменте я подумала, что будет прикольно вставить именно ту запись, которую я делала утром. Девчонки, сегодня уже второй день. Вчера я расстроилась и решила переделать то, что у меня получилось. Предыдущие кадры вы видели. И сейчас то, что у меня на ноготочках, я еще больше разочаровалась, потому что мне не нравится. Но спиливать я не хочу, потому что не прошло даже недели. То есть я боюсь спиливать сейчас материал. Поэтому похожу где-то так недельку. Сейчас я переверну, покажу, что у меня получилось. Получилось у меня вот так. То есть вместо обычной базы я сделала себе вот такой вот цвет. Чайная роза от Клио. Получилось у меня вот так. Но я учусь, ошибки имеют место быть. Я не хочу показывать только то, что у меня хорошо получается. Вот бывает и такое. Сейчас сделаю какой-нибудь дизайн ледненький. В общем, погнали дальше. Моим решением, я не знаю, насколько это было правильное решение. Я перекрыла все другой базой, точнее, камуфлирующей базой в один слой. Я посмотрела на свою нифть и такая, ну все, приплыли. Типа мне теперь с этой кривизной ходить, с этими ухабами и тому подобное. Я давай захожу в Пинтерест. Давай смотреть всякие дизайны. Там ногти, дизайн, 20-21. И мне там вылетает буквально одно из первых пламя. Я такая, о, чё, ну вроде как не тяжело, вроде как понятно. Хотя я ни разу не видела, как оно рисуется. Но, по-моему, наверное, любому покажу, он поймет, как это рисуется. Пламя я рисовала серыми блестками, используя кисточку Раббер единичку. И руководствовалась я своей логикой. Чем больше я беру материала, тем аккуратнее у меня получается пламя. Посмотрев на свой конечный результат, я поняла, что мне что-то не хватает. И я решила добавить чёрную окантовочку, чёрной гель-краской с помощью этой кисточки. Ну и, в принципе, я и нарисовала себе это пламя, сделала чёрную окантовочку. И вот, что мы имеем. В конце ролика я сделаю видео покрупнее, где видно мои ногти, то, что у меня получилось, чтобы вы понимали, о чём я. В принципе, если вот с этим дизайном, с пламенем, косяков вроде не видно, но если присматриваясь, там такая жесть. Вот, например, мизинчик, у меня такое ощущение, что он вот тут вот палец, да, и он растёт вот так вот. То есть, не ровно, как он должен идти, а вот так. Потом, вот этот пальчик. Он у меня с одной стороны ровненький, а с другой стороны он пошёл в овал. На большом пальце вообще не знаю, какая форма. Вообще не знаю. Я не знаю, почему я это так оставила. В принципе, можно было ещё подпилить, чтобы было прямо. Нет, у меня какой-то, я не знаю, прямоугольник с углами. Единственное, что мне более-менее понравилось в этом маникюрчике, я обрезала путикулу. Я так ещё близко никогда не пробовала её обрезать, потому что всегда боялась. Но тут я решила прям, ух. Вот такой, девчули, у меня ролик получился. Так скажу, у всех бывает, и у меня случилось тоже. Короче, девчули, не унываем, продолжаем, топим, стараемся. Всё получится, не сразу, но всё получится. Главное не останавливаться, всё будет. Всех целую. Всем спасибо за просмотр. Приятного просмотра моей ручки вблизи. И всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! И еще одна новость. Буквально тоже на этой неделе у меня отстрельнул ноготь. Я почувствовала, что такое, когда отрывается ноготь, который нарастили. Это ужасная жгучая боль до такой степени, что аж пульсирует палец. Я та девчонка, которая не привыкла носить длинные ногти, но почему-то с каждым разом у меня становится длиннее. Вот они еще длиннее стали, то есть я еще наращивание сделала. Я не уверена, но с гарантией на 80%, когда мы будем делать правую ручку, она станет генее. Я не знаю, с чем это связано, но после того, как у меня вот этот ноготь отскочил, когда я ударила вот так, я просто не рассчитала. И ноготь у меня просто пополам, и у меня здесь это просто... Я не завидую девчонкам, которые реально ломают ногти, а если еще ломают в мясо... Жесть! 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 Жесть!